Передаст ли Россия ядерное оружие Белоруссии? Или это просто игра с Западом? Будет ли у Лукашенко право нажать кнопку? Об этом поговорим с белорусским политологом Валерием Карбалевичем. Валерий, безусловно, в течение последних нескольких недель главная тема – это ядерное оружие на территории Белоруссии. Там Москва и Минск договорились, ну как это там, звучало по-разному. Минск давно просил, а вот теперь Путин решил согласиться разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Во-первых, вот с вашей точки зрения, что это значит? В каком объеме ядерное оружие может быть размещено? И означает ли это, что Беларусь становится ядерной державой? Пока мы видим политическое заявление. И, возможно, оно имеет функцию политического блефа, политического шантажа, желание запугать Запад и Украину, принудить к отступлению какому-то. Поэтому пока мы имеем политическое заявление, не более того. И, насколько я понимаю, разведка американская и других западных стран не подтверждает о том, что в Беларуси форсированными темпами строится вот это хранилище. Поэтому пока мы имеем заявление. Что касается того, становятся ли Беларусь ядерной державой? Ну, вроде бы и не совсем. Хотя тут же опять очень противоречивое заявление. С одной стороны, Путин говорит, что Россия будет контролировать эти ядерные боезаряды, и именно Россия будет принимать решения о их применении, либо неприменении. С другой стороны, тут же Путин говорит, что речь идет об оснащении ядерным оружием белорусских самолетов, на котором будут управлять белорусские экипажи. И тут возникает вопрос, что белорусская авиация переходит под командование России? Или же они остаются под командованием, скажем, белорусского командующего, то есть Лукашенко на данный момент? И означает ли это, что Лукашенко будет иметь право, скажем так, как это говорят специалисты, двойной, второго ключа и второй кнопки? Вот, поэтому пока тут много чего непонятно, и пока мы можем говорить скорее о неком политическом решении, символическом решении, информационной бомбе, ну и вот на сегодняшний день не более того. Окей, хорошо, тогда давайте поговорим о мотивациях. Действительно ли Лукашенко прям вот так вот просил разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси? И зачем ему это надо? Он хочет превратиться в такого маленького кима Восточной Европы? Ну, вы знаете, все диктаторы в мире в 20 веке, в 21 веке, мечтают о своей маленькой ядерной бомбе, вот, начиная от Фиделя Кастро, помните, Карибский кризис 60-го года, ну и заканчивая, скажем, Иран, его ядерная программа вызывает и сегодня острый конфликт между Тегераном и коалицией в Алаве США, ну а Северная Корея регулярно ставит на уши весь мир, объявляя об очередном испытании. Поэтому тут Лукашенко не одинок, и он мечтал о ядерном оружии еще с самого начала своего правления. И даже в 95-м году, когда он уже год был у власти, возник маленький конфликт, когда он прекратил вывод и ракет с ядерными боеголовками, оставшимися от Советского Союза в России. Вот, тогда был небольшой конфликт с Ельцином. И потом, после этого, Лукашенко много раз сожалел о выводе ядерного оружия, говорил, что надо бы его вернуть. Это было еще и до 20-го года, до последнего года, до этой войны в Украине. И объяснял он очень просто. Особенно, вот я помню, когда был конфликт Югославии и НАТО, и он произнес такую фразу, «Страна, у которой есть ядерное оружие, никто не бомбит». Вот, ну, я думаю, что именно такая логика есть. И сегодня смотреть, что говорят государственные СМИ по поводу этого, то они говорят примерно то же. «Страна, у которого есть ядерное оружие, она не может подвергнуться нападению». Вот. Ну, и тут еще один момент. Одно дело – пугать Запад, пугать Украину ядерным оружием. И Лукашенко это и делал на протяжении 22-го года. Поэтому я не исключаю, что его заявление о том, что надо бы, было бы разместить ядерное оружие на территории Беларуси – это тоже определенный блеф, это способ запугивания Запада. Это, опять же, политический стиль Лукашенко. Он всегда с страной, с государствами, с которыми у него конфликт, ведет себя в позиции силы. Запугать, шантажировать и заставить принудить к уступкам. Но вот попробовал с помощью миграции, иммиграционного кризиса, так сказать, оказать давление на страны соседние не получилось. Ну, вот, потом военное учение бесконечное, перемещение вооруженных сил, границы и обратно – это тоже способ давления. Ну, и ядерное оружие, как последний козыр. Но одно дело – пугать, другое дело – реально разместить. Когда пугаешь, то бывает, что угроза сильнее исполнения. А если ты уже разместил, то дальше пугать вроде и нечем. Поэтому я не исключаю, что сейчас, когда принято такое решение, скажем так, большой радости, пока я не вижу, Лукашенко вообще молчит, потому что несколько дней по этому поводу было заявление Министерства иностранных дел в Беларуси. По этому поводу оно выглядит, скорее, как оправдание, объяснение, почему принято это решение. То есть, когда МИД оправдывается, то, ну, вот, можно сделать вывод, что особой радости нет. В пятницу Лукашенко выступает с посланием в парламенте. Ну, я думаю, что вот там он как бы прокомментирует, во всяком случае, это решение. Вот было, вы упомянули еще один кризис, да, которым Лукашенко или союзное государство угрожало Европе. Это вот кризис мигрантский, да, который там по большому счету своих результатов не достиг. Сейчас следующий кризис – кризис с тактическим ядерным оружием. По вашему мнению, вот, кстати, мигрантский кризис, это была инициатива и акция самого Лукашенко? Или это все-таки была игра Путина, в которой принимал участие Лукашенко? Я думаю, скорее наоборот, это была игра Лукашенко, в которой принимал участие Путин, который, скажем так, крышевал его, оказывал дипломатическую, политическую поддержку. Скорее всего, это была, скажем, проекция самого Лукашенко. Я бы вот так видел эту историю. А цель? Оказать давление на Запад, отомстить соседним странам, которые поддерживают белорусскую оппозицию. Скажем, Литва, которая у себя приютила офис Светланы Тихановской, охраняет ее, помогает. Ну и Польша тоже активно поддерживает белорусскую оппозицию. Ну вот, поэтому надо отомстить этим нехорошим государствам. Лукашенко называет их руководителей очень нехорошими словами, мерзавцей и прочее. Но, как правило, они стесняются выражения. Если предположить, что либо совместно принятое решение по использованию тактического ядерного оружия, скорее всего, это будет три страны для возможного удара. Украина, Польша и Литва. Сначала Украина, если Украина не пойдет на переговоры, такой тоже возможный удар будет нанесен по территории Беларуси, потому что это самая близкая точка, откуда, условно говоря, заплеты могут что-то запустить. Дальше Польша и Литва. Как по-вашему, эта версия имеет право на существование? Что произошло за вот этот год, год российской агрессии против Украины? Произошло то, что ядерное оружие поменяло свою историческую функцию. До сих пор ядерное оружие было не инструментом реальной войны, а инструментом сдерживания. А вот сейчас, с началом агрессии против Украины, ядерное оружие потихоньку приобретает статус реального инструмента войны. Поднижается ядерный порог, понижается та красная линия, после которой может произойти его использование. Ну и вот, видите, Россия в качестве повода использовала вот это решение Великобритании о поставке в Украине снарядов с низкообогащенным раном. Ну и Путин это объясняет. Десколько, смотрите, они первые переступили этот шаг, сделали этот шаг, переступили эту черту, и поэтому у нас развязаны руки. Вот. И это, конечно, очень опасно. И, ну, я думаю, что, конечно, Путин пойдет на применение ядерного оружия в какой-то совершенно отчаянной ситуации, тяжелого поражения военного, политического, морального. Вот. Ну, очень трудно прогнозировать эту ситуацию. Хорошо, тогда давайте попробуем на опыте этого года попытаться спрогнозировать реакцию той же Европы, той же Польши, Литвы. Украина, по-моему, дала понять, что она вообще, в принципе, не поддается на какие-либо шантажи. Могут ли европейцы испугаться и отдать Путину все на свете, когда вот будет подобная угроза, да, более реальна. Она, по-моему, становится более реальна. Возможно, западные политики пока не воспринимают всерьез это решение, не воспринимают всерьез, что оно будет реализовано, уж тем более использовано это ядерное оружие. Я вижу реакцию, скажем, первое, это то, что Польша попросит появления на ее территории, ну, скажем так, подобного ядерного оружия у американцев. Польша уже просила, но американцы пока воздерживаются. Второй момент, это то, то, что до сих пор Запад разделял позицию России и позиции Белоруссии. Запад видел, что белорусские вооруженные силы не вступили в полноценную войну с Украиной, и это было определенным образом оценено. В плане санкций, то есть те санкции, которые были применены против России, они гораздо жестче, чем против Беларуси. То есть Лукашенко как бы оставили некую форточку. Так вот теперь я думаю, что вот эта форточка будет закрыта, и санкции в отношении Беларуси снова возобновятся, потому что в трех последних пакетах санкций Беларусь фактически не упоминалась. Санкции Европейского Союза. А вот теперь она войдет. Вот эти перемены, они, мне кажется, скорее всего, будут реальны. А давайте поднимемся чуть выше над Полесскими лесами, посмотрим чуть глобальнее. А только что закончился визит Си, во время которого было подчеркнуто, что распространение ядерного оружия и применение ядерного оружия является табу в современном мире. И вот буквально не успел еще самолет Си сесть в Пекине, как появился этот ядерный анонс. Что это? Может ли это быть реакцией Путина на недостаточно удовлетворительные результаты визита Си в Москву? Я бы воспринял это даже наоборот. Я оцениваю это заявление Путина как последствия вот этого визита Си Цзиньпина в Москву. Сам факт визита и сам факт переговоров вдохновило очень сильно Путина. И я думаю, что, возможно, одним из результатов этого визита стало это заявление о ядерном оружии на территории Беларуси. Ну, а то, что там китайцы не совсем довольны, там они комментируют, что не надо было бы распространять ядерное оружие и вообще их призывы, ребята, давайте жить дружно. Ну, это чисто дипломатические шаги, которые пока практического значения не имеют. Ну, вот, Авда, кстати, по вашему мнению, Китай будет давить на Россию для того, чтобы этого не произошло? Или если будет, то чем он может давить? Китай не хотел бы, конечно, термоядерной войны. Не хотел бы применения ядерного оружия в любой точке мира. Ну, по всем понятным причинам. Но Китай скорее, скажем так, заинтересован в неком таком сохранении статус-кво, чтобы война продолжалась как можно дольше, Россия ослабевала и попадала в всю большую зависимость от Китая. Запад был занят конфликтом с Россией, а не конфликтом с Китаем, который анонсировался до начала войны в Украине. И вот эта ситуация статус-кво, мне кажется, оптимальна для Китая, хотя тоже имеет свои минусы. Транзит, проблемы с транзитом, и там разные кризисы, продовольственные и прочее. Китаю не совсем это выгодно. Но по большому счету ситуация статус-кво Китаю выгодна, и примерно такую линию Китай и проводит. Ну, то есть вы думаете, что Китай будет или не будет все-таки давить на Россию с тем, чтобы это решение не было приведено в исполнение, тем, чтобы там все-таки тактическое ядерное оружие не появилось на территории Беларуси. Китай ведь имеет влияние и в Беларуси тоже, может влиять на оба актора. Китай будет влиять на то, чтобы это ядерное оружие не было использовано. А вот эти игры, будет она размещена на белорусской территории, на российской, на чьих самолетах. Я думаю, что до таких нюансов Китай, Си Цзиньпин не станет допускаться. Миссарское это дело. Между прочим, а вот с точки зрения международных договоров, сам факт размещения ядерного арсенала Российской Федерации в Беларуси, это нарушение договора по нераспространению ядерного оружия? Сложно говорить. Во всяком случае, американцы, которые свое ядерное оружие размещают на территории других государств, они трактуют эту ситуацию так, что это не есть нарушение ядерного оружия. И, кстати говоря, российские официальные лица как раз тоже подчеркивают, что мы делаем то же самое, что американцы. Да. Вот. И Путин это подчеркнул, что это ядерное оружие не передается в Беларуси, это российское остается ядерное оружие, и именно Россия будет контролировать все, что с ним связано. То есть, ну вот, Россия трактует эту ситуацию примерно так же, как трактуют эту ситуацию американцы относительно своего ядерного оружия. Я бы вот так прокомментировал вопрос нарушения ли нему нарушения. Нет какого-то такого органа, который бы сказал, да, это нарушение. То есть он пытается синхронно, да, то есть совершать синхронное, да, это превращается в танец, танец с тактической ядерной бомбой в руках. Ну, можно и такую метафору произвести. Но, безусловно, это шаг к эскалации, ситуации в регионе вообще, в регионе Восточной Европы, в отношениях Беларуси с соседями. И понятное дело, что действительно в случае реального применения этого оружия Беларусь становится мишенью для ответного удара. И фактически Беларусь становится заложницей, скажем так, поведения Путина решения Кремля, а поведение этого человека, как показали, последние события, скажем так, не совсем адекватны, мягко скажем. И это, в этом вся, как бы, опасность. Будет ли бы еще один малоадекватный человек, такой с усами характерными, иметь право принимать решение о применении этого оружия? – Сложный вопрос, но если это оружие будет на территории Беларуси, то, безусловно, Беларусь, белорусское руководство будет каким-то образом влиять на его применение. Скажем, ну, самолеты будут белорусские, даже если это будут российские, то заправляться они будут тут на белорусских аэродромах, они будут тут стоять, будут находиться, будут обслуживаться, и поэтому при желании повлиять на то, чтобы вот как-то на решение о применении ядерного оружия, ну, страна, на территории, которая находится, это ядерное оружие, она может. Больше или меньшей степени, я не знаю, там, вдруг на аэродроме электричество отключат или заправки, и все. Поэтому какое-то влияние биослуга Лукашенко будет иметь. Какое он пока не очень поднял. Вот мы с вами подняли прекрасную тему саботажа, да? Вы сказали, что миграционный кризис был идеей, скорее всего, самого Лукашенко, которого потом начал прикрывать Путин. Но Лукашенко, насколько я могу понять, он не сильно горит желанием принимать участие вообще, в принципе, во всей этой авантюре конкретно своими руками. Предоставив территорию, да, там, риторика, да, но посылать своих военнослужащих воевать в Украину или же, там, типа своей рукой участвовать в сбрасывании тактического ядерного оружия на Варшаву, он, мне кажется, желанием не горит. Да, я согласен с тем, что Лукашенко вписался в эту войну, в этот конфликт, оказавшись в ситуации острого политического кризиса 2020 года. Ведь, посмотрите, после 2014 года, после Крыма и Донбасса, Лукашенко тогда занял позицию нейтралитета, ну, относительного, вот, использовал эту ситуацию для размораживания отношений с Западом, ну, и даже пытался играть роль миротворца, вот, эти соглашения Минска, Минск-1, Минс-2. Вот, ну, то случился 2020 год, политический кризис, массовые протесты, и в значительной степени он удержал всю власть благодаря российской поддержке, политической поддержке, и даже Путин угрожал посла Чудару в гвардию. Если будут, так сказать, беспорядки и так далее. И Лукашенко в ответ на это был вынужден вписаться вот в этот геополитический конфликт России с Западом, с Украиной, и попал уже в колею, из которой выпрыгнуть с каждым разом достаточно сложно, и в которые он, так сказать, погружается все больше и больше. Ну и да, его нежелание реально воевать в Украине условлено, скажем так, двумя факторами. Первый фактор это то, что война в Украине идет неудачно для России, и одно дело присоединяться к победителям, получать какие-то трофеи, и другое дело оказаться в ситуации, скажем, лозера, неудачника, и тем более, что вот тут Путину выписывают ордер на его задержание, документы разных Европарламента, и других международных организаций говорится о том, что надо привлечь к ответственности и Лукашенко, и Путина в одном ряду. Это неприятно психологически, как бы к этому они не относились. Вот. И второй фактор это настроение белорусского общества. И вот тут очень важно на это обратить внимание. Для белорусского общества это чужая война, в белорусском обществе фактически есть консенсус по вопросу участия Беларуси в этой войне. То есть не только противники Лукашенко, но и сторонники Лукашенко не хотят участия в этой войне. А вот возвращаясь к ядерному оружию, по социологическим опросам, которые можно проводить в Беларуси, хотя они немножко, так сказать, не совсем точные, они запрещены, поэтому там проводятся опросы в онлайн режиме, телефонные опросы из-за границы. Они не очень точные, но, во всяком случае, картину приблизительную они дают. Так вот, по вопросу о нахождении на территории ядерного оружия, 80% против, 20% за. Лукашенко, какой бы он ни был диктатор, не может не учитывать эти настроения, потому что это настроение не только общество, это настроение элиты, настроение силовых структур. И именно по этой причине он пытается лоббировать, если судить по его заявлениям официальным, то он ведь что говорит? Да, мы поддерживаем Россию, но мы за мир. Мы против войны, мы даже готовы представить снова площадку для нижнего урегулирования и его смысл апелляции к украинскому руководству, дескать, что вы сопротивляете? Соглашайтесь на российские условия и будет мир. И вот такую линию Лукашенко проводит. И в этом смысле я хочу особо подчеркнуть настроения белорусского общества очень отличаются сильно от настроения российского общества. Российское общество эту войну поддерживает, белорусское общество участие в Белоруссии в войне не поддерживает, и в этом плане почти можно сказать в Белоруссии консенсус. А мы с вами поговорили о реакции белорусского общества на эти новости и о его чаяниях согласно тем социологическим опросам, которые возможно проводить в Беларуси. А что по поводу элит? Ну вот не секрет, что все больше и больше возникает каких-то истоков информации из российских правительственных правительственных околоправительственных элит о том, что антипутинские настроения там потихоньку зреют и возможно даже возрастают. И переходить от ядерных угроз к каким-то действиям это уже слишком. Что в Белоруссии среди элит? Как они это воспринимают? Белорусская политическая система очень закрытая и о том, что там происходит на самом деле очень сложно говорить. И в Белоруссии в принципе невозможно даже то, что происходит в России, когда там Пригоржин ругается с генеральным штабом, когда там какие-то пропутинские блогеры между собой ссорятся и критикуют Министерство обороны и так далее. В Белоруссии это в принципе невозможно. В Белоруссии не просто за комментарии критикующие власть, за лайки людей сажают в тюрьму, за подписку на телеграм-каналы, которые призваны экстремистскими людей сажают в тюрьму. Поэтому представить Белоруссии ситуацию, что какой-то там министр критикует не то, что Лукашенко, а другого министра, очень сложно. В этом смысле в Белоруссии это возвращение в Советский Союз, где, так сказать, все единодушные однозначно поддерживают политику партии и правительства. и поэтому очень сложно судить о том, что происходит. Ну и кроме того, после 20-го года во всех структурах государственных прошли грандиозные чистки, все нелояльные люди просто удалялись. В некоторых учреждениях, типа Министерства интернет-дела, людей проверяли даже на Полиграте, поэтому режим Лукашенко стал за это время гораздо более консолидированным и какой-то оппозиции, каких-то сомнений, но во всяком случае, если они есть, на публичную, публичное пространство они просто не выходят. Поэтому очень сложно судить о том, какие там настроения. по вашему субъективному мнению, белорусская элита, она лояльна больше Лукашенко лично, или она лояльна больше России? Условно говоря, если там Лукашенко, понимая, что вот сейчас вот уже начинают мастырить ядерные ракеты на истребители где-нибудь там в Зябровке или где-нибудь еще, отдаст приказ отключить электроэнергию на Зябровке там, не знаю, и сделать какую-то гурь или какую-то пакость. Кого послушают? Послушают Лукашенко или послушают Россию? Ну, скорее всего, послушают Лукашенко. Ага. И именно Лукашенко принимает решение, скажем, посылать белорусские войска на украинскую территорию или не посылать. Поэтому белорусская политическая система, белорусские государственные институты за эти 30 лет отстроены так четко, ясно и жестко, что они сегодня выполняют указания Лукашенко беспрекословно. Другое дело, что с началом войны Лукашенко допустил, что все государственные СМИ повторяют российские нарративы. И это привело к ситуации, когда, скажем, в некоторых кабинетах силовых структур, вот люди, которые вышли из тюрьмы, которые ходили на допросы, они говорят, что в кабинетах, скажем, некоторых учреждений МВД 50 портретов Лукашенко и Путина. То есть, ну вот такая двойная лояльность. И Лукашенко на это смотрит сквозь пальцы пока, но эта ситуация ему, конечно, очень не нравится. Он уже несколько раз публично говорил о том, что вот ходят разговоры, что тут, дескать, Путин все им управляет, что тут Беларусь марионетка, Лукашенко марионетка, нет, это не так, тут я управляю, тут меня под контролем, все, феверонитет и независимость Беларуси это священная корова, и никто посекает на его, не может. То есть, время от времени такие заявления из его услуги звучат, потому что он ощущает определенный дискомфорт и определенную угрозу от того, что чиновники, в том числе высокие, начинают более, скажем, пристально глядеть на Москву и колебаться. Поэтому он такую угрозу ощущает, видит, но пока каких-то реальных действий для того, чтобы ее нейтрализовать, он не предпринимает, ну, видимо, ощущает, что это сегодня опасно. То есть размещение российских войск на территории Беларуси и использование этих российских войск на территории Беларуси, вот это полностью происходит с ведома Путина. Вот тут, скорее всего, Лукашенко особо не спрашивает. Я думаю, что вот наступление на Киев в феврале прошлого года началось, что Лукашенко даже не поставили в известность. А вот что касается использования белорусских вооруженных сил, белорусских военных подразделений, вот тут именно Лукашенко дает им команду. То есть Лукашенко, насколько я понимаю, по вашим словам, он прекрасно зная о том, что определенный чиновник может являться или открытым, или скрытым агентом Кремля, он на данный момент просто берет на карандаш, как раньше говорили в советские времена. Ну, примерно так. Примерно так. То есть пока каких-то отставок из-за чрезмерной лояльности России в Белоруссии в последнее время не было. Лукашенко влез в очень опасную игру и прекрасно понимает, чем для него может обернуться любой неосторожный шаг. лук. Лукашенко